Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня пятница в 20.40 в эфире национального телевидения выходит программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Мы отписываем программу «Замечательный день полярника» во вторник. И дело в том, что сегодня и завтра проходят торжественные мероприятия по, я без малейшего преувеличения скажу, в подведении итогов более чем 20-летней целенаправленной деятельности руководства республики разных лет, которые настоятельно требовали завершить справедливость, поставить точку в подведении линии справедливости, скажем так, включение оставшихся муниципальных районов в зону Арктики. И я всех собравшихся, они имеют прямое отношение и к Арктике, и к разработке стратегии развития Арктики. Поздравляю с этим замечательным событием. Указ президента Российской Федерации вышел более чем неделю назад, но все равно в республике проходит осознание, понимание того, что сделано огромное дело. И о плюсах, о чем выиграет население арктических уже разросшихся улусов, об этом мы и хотели бы сегодня поговорить, ну в таком человеческом, добром, душевном режиме. И я говорил уже, что, давайте свидетель вот этого события, я говорил, что 20 лет, более чем 20 лет шла работа по включению. На самом деле события начали стремительно развиваться с 2013 года, но до этого, еще раз говорю, предшествовали вот несколько лет, которые руководство республики требовали, требовали включения вот этих муниципалитетов в зону Арктики. Давайте вот начнем, вот какая работа была проведена? Добрый день. Действительно хочется сегодня поздравить всех жителей республики с этим событием. Но нужно сказать о том, что в 2014 году, 2 мая, президент России подписал указ о сухопутных границах арктической зоны Российской Федерации. И по тому указу основной, как бы, подход был, это прибрежные районы, муниципальное образование, да, и по этому подходу в эту зону вошли только 5 наших районов. Это Аннабарский, Мулумский, Устьянский, Алаховский и Нижнеколымский. И начиная с 2013 года уже проводилась работа правительством республики Саха-Якутия по включению еще 8 районов, потому что по нашему территориальному устройству мы считаем, что целостный такой объект управления это 13 арктических северных районов. Конечно, здесь нужно отметить, что здесь работу проводило не только правительство, это и научные, образовательные организации, которые занимались обоснованием, научным обоснованием включения этих районов. Этим занимались и наши депутаты, и в Вилтумен, и в Госдуме, и в Совете Федерации представителей, да. То есть, конечно, вклад каждого человека, жителя республики здесь очень существенный. И все ускорилось существенно и заметно ускорилось после встречи Асяна Сергеевича Николаева с заместителем председателя правительства Российской Федерации Юрием Петровичем Трутневым. И очень стремительно действительно начали развиваться события. Этот вопрос был внесен в аппарат правительства, и затем уже председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев 24 апреля этого года внес на рассмотрение президенту Российской Федерации проект внесения изменений в указ от 2014 года. Ну и вот сегодня это событие свершилось. Конечно, мы говорим о том, что это дает первое, это целостность госуправления. То есть для нас это будет единый регион 13 районов, которым гораздо эффективнее и легче будет управлять. Второе, это то, что действия стратегических документов будут распространяться на все эти 13 районов. Это и основа госполитики Российской Федерации по развитию Арктики. Это и стратегия, которая сегодня новая стратегия федерально разрабатывается. Это и федеральная государственная программа по развитию Арктической зоны Российской Федерации. Ну и, конечно же, в рамках этой программы будут предусмотрены федеральные средства для того, чтобы развивать и социальную сферу, и развивать экономическое развитие этих территорий. Потому что ни для кого не секрет, что это очень сложный регион со сложными застарелыми проблемами. Это сегодня мы все знаем о том, что существует отток населения из этих районов, ввиду того, что вот это вот северное удорожание, огромные расстояния, транспортная недоступность, это высокие затраты на любую деятельность, на жизнедеятельность людей, это экстремальные природные условия и так далее. Они, конечно, вот эти вызовы, они очень характерны для всей Арктики, но в Якутии это особенно, потому что это самый большой регион, практически мы все говорим всегда, 5 Франции, да, и нам, по идее, перед нашим правительством это очень сложная задача. Но, тем не менее, здесь у нас определенные надежды есть, потому что сегодня федеральное правительство говорит о необходимости развития Арктики. И предпринимаются меры, конкретные поручения, да, президент России дал поручение привести средние социально-экономические показатели в Арктической зоне до среднероссийских. Это совершенно конкретная задача, которую очень сложно будет достичь. То есть стоит задача, чтобы, допустим, житель одного из арктических улусов, он примерно по уровню доходов, по уровню жизни не отличался от жителя той же Новосибирской области. Да, стоит задача привести вот эти показатели. Это огромная задача. Это огромная задача, и, конечно же, под выполнение этого поручения будут выделяться средства на федеральном уровне для того, чтобы решать проблему. Потому что у нас проблемы со строительством жилья, объектов социальной инфраструктуры, да. Конечно, здесь вопрос, второй вопрос, это как этого добиться. Здесь федеральное правительство говорит о необходимости реализации инвестиционных экономических проектов в Арктике. Сегодня, ввиду тех высоких затрат, бизнесу неинтересно работать в Арктике, то есть прибыльность, она очень низкая. Поэтому для того, чтобы привлечь бизнес в Арктику, необходим, поэтому ведется разговор о преференциальных режимах, о льготах для бизнеса, для того, чтобы это стало выгодным. Ну и экономика уже потянет лишение всех социальных вопросов. Спасибо, Михаил. Я ни в коем случае не блокирую дальнейшее ваше участие. Еще раз, включайтесь. Я законодательную ветвь хотел в лице двух замечательных дам. Елена Христофовна и Людмила Ленина. Любовь Ленин. Ваша роль, вернее, законодательной ветви в принятии вот этого решения, какой вы ее видите? Ну, мы, парламент Республики Саха-Якутия, в обсуждении и по всем, значит, ветвям власти федерального, это Государственная Дума, Федеральное Собрание, правительство Российской Федерации совместно с правительством Республики работали. И это невидимая работа. Невидимая работа, которую никто не видит, но мы знаем, как якутяне, которые стояли у власти, да, как хотели, чтобы этот вопрос был решен. Было тихо, вот говорят, ничего не слышно было, но мы ждали. И вот этот день случился, и мы сегодня с радостью говорим, что 13 улусов у нас арктических. Еще в 2014 году Егор Афанович Борисов своим указом программу, значит, приняли по 13 арктическим улусам, чтобы как-то этот вопрос продвинуть, хотя такого понятия не было. Все 13 включили, помните же, да? И эта программа сегодня работает, и вот дальнейшая работа, какая законодательная должна быть. Мы, значит, видим в том, что должна появиться особая государственная политика в отношении арктической зоны. Особая, не такая, как раньше. И все это мы должны, как говорится, сегодня все с белого листа начинать, начиная от стратегии, программы. Это все обсуждается сегодня. Ну и должны быть вовлечены все, начиная от экономистов. Ну, с большой буквы надо говорить, экономистов, потому что просто так вот сейчас мы говорим, да, сложности есть сегодня. И те подходы, которые раньше были, сегодня мы должны смотреть по-другому. Время другое говорим. Ну, значит, за этими цифрами, ну, какие-то действия. Без программы, пятилетние, там, десятилетние, мы здесь ничего не добьемся. И самое главное, это человек. Человек, который вот там живет, тысячи лет живет. Коренной житель. И люди, которые приедут, будут работать, потом уезжать. Это промышленники, которые мы, вот, развитие, там, мы связываем Арктики с промышленностью сегодня, да. Поэтому, и самое главное, наши достижения, мы считаем, что территории Арктической зоны признаны территориями традиционного природопользования местного значения. Это особый статус, который должны, значит, понимать и главы муниципальных образований, и те гости, которые приезжают на некоторое время работать на эти территории. И вот в этом-то и особости, ну, какие-то референции по всем вопросам, начиная от вопросов образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, требует Арктика. Да, это мы, нами не придумано. И всегда государство поддерживало именно, вот, государственные, какими-то особыми программами. Помните, наверное, что, ну, и до сих пор работает, ну, раньше, в советское время работала программа поддержки выезжающих в Крайний Север. Но это к местным не относилось, к сожалению, да, а относилось к тем, которые приезжали на время работать, поработали, получили квартиру. Это обязательство на себе взяло государство, чтобы эти территории заселить и развивать. Ну, и сегодня мы должны вернуться, посмотреть, что было раньше, почему вот такие решения принимало государство, федеральное, ну, Советский Союз, да. Ну, и работы очень много, так что интересное время живем. Сегодня мы празднуем этот исторический особый день и надеемся, что будем рисовать, планировать, мечтать. Все это будет в будущем для наших детей, внуков, вот в этом-то и суть. Для людей. Я в завершении первого нашего блока, я перейду потом еще непосредственно, не только к вашей депутатской, скажем, деятельности, а еще и профессиональной, да. Помните, в завершении первого блока были упаковка, ну, консервные банки, такие большие и так далее. И там стоял первый, второй, третий пояс, да, третий пояс, цена была максимально высокая, то есть, но вот более, скажем, высокая цена, она же компенсировалась определенными льготами в советское время. То есть, нам нужно немножко перестать очернять все то прошлое, которое было у нас, общее, да, и вернуться к тому разумному, которое было в те очень и очень непростое время. Но факт, то, что к людям там относились, ну, я не знаю, немножко по-другому, не так, как при капитализме. Мы завершаем первый блок, второй, третий и четвертый, мы еще раз обсудим все моменты вот того исторического указа, о котором говорили в первом блоке. Реклама. Мы продолжаем программу «Один из нас», и сегодня, в День полярника, мы обсуждаем точку справедливости. То есть, постепенное расширение зоны Арктики в Якутии, оно состоялось и подтверждено поправками к указу президента страны от 2014 года. Я хотел бы тут немножко лирического такого отступления. Очень много стратегий обсуждалось, коллеги, вы помните, да, и везде упоминалась социальная ориентированность вот этих стратегий, да, то есть человек во главу угла и так далее. И по социалке, Любовь Леонидовна, вы являетесь народным депутатом республики, как раз от Колымской группы Улусов, да, и вы врач по профессии. Вот давайте мы справедливо оценим, каково состояние здравоохранения, образования, ну, иной социалки, северной группы Улусов, да, и как оно должно быть. Давайте. Хорошо, спасибо. Во-первых, я хочу поздравить всех жителей арктических территорий нашей республики Саха-Якутия, наш многонациональный народ с таким историческим событием, которое произошло вот весной этого года. И, конечно же, вот история изменения географии, в том числе, да, то, что вот восемь наших Улусов дополнительно вошли в арктическую зону, это является тем, что история и география подтверждают свою, значит, государствообразующую, значит, целостность. Дисциплины такие, которые нельзя забывать, и нужно об этом всегда помнить. Мы вот выходцы, я представляю, значит, как раз уроженка Среднеколымского района, значит, представляю группу Колыма-Индигирскую, значит, это очень большие по протяженности Улусы, Момский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Эмиконский районы. Вот там, конечно же, специфика такая, что за последние вот десятилетия после распада Советского Союза, конечно же, социальная сфера несколько изменилась, значит, можно так сказать, даже деформировалась в отношении непосредственно к потребителю, к человеку, который проживает в северных территориях. Это проблема и дороговизны, значит, лекарственных препаратов, это нехватка врачебных кадров, медицинского персонала, конечно же, устаревшая инфраструктура, приборы, техника тоже требуют определенного, значит, внимания и замены. И учитывая, что сейчас у нас все-таки республика развивается в ногу со временем, существуют новые технологии, в частности, значит, IT-технологии в медицине, которые очень широко применяются, вот, допустим, на примере той же Мурманской области, которые очень активно сотрудничают с норвежскими медицинскими институтами, социальными институтами западных европейских стран Российской Федерации. И, конечно же, мы видим такой колоссальный рывок в том плане, что по всем направлениям, значит, медицинской науки, здравоохранения, они сейчас являются у нас пионерами в Российской Федерации. У нас есть кого брать пример. Рядом у нас есть страны АТР, которые тоже, в частности, Япония, Сингапур, Китай, Южная Корея тоже предлагают соответствующие свои технологии, мы очень тесно работаем с ними. И я считаю, что именно вот апробация в качестве вот таких пилотных вариантов на территории Арктики, она должна быть, она должна иметь место для того, чтобы именно в трудонаступных населенных пунктах у нас человек получал такое же качественное лечение, диагностику, консультацию и реабилитацию на месте. Чтобы не было вот таких высоких цифр, значит, онкологической заболеваемости, если даже они и есть, чтобы мы своевременно и целенаправленно, значит, устраняли те причины, которые есть. И, конечно же, значит, высоко квалифицированный медицинский персонал, он должен, в принципе, обеспечивать, может быть, даже в качестве профильных таких выездных бригад, хирургическую помощь, значит, помощь на этапе диагностики заболеваний и, в частности, реабилитации. Вот, потому что смертность, особенно среди мужского населения в северных территориях нашей республики, она достаточно высокая. А мы знаем, что мужчина – это добытчик, мужчина – это, значит, тот человек, в котором, значит, закрывается весь потенциал, значит, развитие его семьи, его детей, это качество жизни. И, конечно же, мы должны говорить о том, что помимо, значит, таких вот социальных, значит, факторов, которые влияют на качество жизни, на развитие севера, конечно же, это безопасность, безопасность жизни людей на севере. Очень много сейчас внешних причин, от чего умирают, значит, люди. Конечно же, это, в первую очередь, транспортные средства. Мы все с вами знаем, что не всегда идет такая доступность в отношении доставки продуктов питания, качества продуктов питания, поэтому, конечно же, природа сейчас кормит, кормит детей своего севера, и это связано с риском для жизни. Поэтому я считаю, что здесь вот как раз надзорные органы, значит, и те, значит, структуры, которые ответственны за безопасность жизни именно, значит, вот этих вот людей, которые связаны с риском для их жизни, они должны вот в этом отношении очень активно работать. Я переведу немножко, вот мы вспомним историю Туприных, которые в метель пропали, да, но на сотни километров за продуктами это для севера порядки вещей. Порядки вещей. Ну, порядок сложился. Сложился. На самом деле, это не порядок, значит. Так не должно быть. Так не должно быть, естественно, да. Поэтому, значит, мы, значит, мы как вот депутаты, представители именно вот того населения, которое постоянно на встречах нам активно и достаточно актуально ставят вот эти вот вопросы, мы должны добиваться, значит, принятия новых нормативно-правовых актов, значит, и следить, значит, обеспечивать контроль за действующими законами, в том числе за их исполнением на федеральном уровне и на республиканском, и на муниципальном. Конечно же, для этого нам необходимо, что в первую очередь это единая информационная среда, и это очень хорошо, что сейчас вот, в общем-то, мы видим, что на основании вот этих вот 13 ОООСов будет, как сейчас сказал Михаил Александрович, единая система управления. Вот это значительно будет как-то дешевле, я думаю, что и, может быть, напрямую можно будет управлять, дифференцированно подходить к каждому из районов в арктической группе. Вот, и, конечно же, здесь мы должны именно, наверное, усилить контроль за исполнением тех нормативно-правовых актов, которые будут сейчас приниматься. Это обеспечит в последующем все-таки более грамотные подходы, и, конечно, это обеспечит результативность и снижение, может быть, тех финансовых затрат, которые были приняты, может быть, с некоторыми, значит, поправками. Поэтому наша задача, это в первую очередь качество жизни наших людей, это качество образования, качество медицинской помощи и, конечно же, социальная инфраструктура. Для того, чтобы привлечь молодых специалистов, значит, в отдаленные арктические районы, здесь необходимо нам учитывать не только, значит, повышение заработной платы, но и доступность вот тех, значит, того же жилья качественного, чтобы человек пришел, врач после работы, уставший, или же, допустим, он работает сутками, тот же учитель, в теплое, красивое жилье, чтобы была комфортная среда вокруг, значит, ничем не отличалось, может быть, там, в принципе, несколько романтик в этом отношении, но я считаю, что если тепло, светло, красиво вокруг, то тогда будет мотивация дальше, дальнейшей, значит, жизни, ее развития. Поэтому мы надеемся на то, что, в общем-то, наши люди этого ждут тоже, и мы надеемся на то, что все наши мечты, желания воплотятся в жизни. Я немножко кивок в сторону Станислава Яна сейчас сделаю, да, есть такое выражение, неважно, где расположено благоустроенное жилье, в Якутске или в том же Абые, да, лишь бы оно было благоустроено. Но чуть попозже мы и к вопросам развития муниципалитетов и так далее, но все-таки мы продолжим вот эту линию гуманизма, да, Вячеслав Иванович. Дело в том, что костяк населения Арктики, который последние годы неуклонно снижается, да, составляют коренные народы Север. Вот давайте, вы много ездите по миру, вы видите, как живут коренные народы в других странах и как дела обстоят у нас, да. Что бы полезного и самое главное важного для людей вы бы хотели привнести в первую очередь, являясь общественником, являясь столпом вот этого общественного движения, которое объединяется вокруг вашей ассоциации? Ну, я не начну прямо с этого ответа на этот вопрос. Я бы хотел вначале вот все-таки вернуться к этому указу. Да, это с одной стороны историческое событие, но с другой стороны я хотел бы предостричь от некой эйфории. Посмотрим реально даже на те бывшие, ну, сейчас расширены, на те самые арктические районы, которые у нас, те пять прибрежных, которые были. Уровень жизни тот же самый, даже ниже, чем в среднем по республике. Проблем очень много. И то, что вот сейчас восемь районов тоже получили статус арктических, не говорит о том, что одномоментно завтра, послезавтра у них наступит светлая жизнь. Проблемы не остаются. И главная проблема, наверное, нашего севера – это транспортная доступность. Вот именно, наверное, вот не просто климатические и так далее, там какие-то температурные и так далее особенности, но самая главная проблема – это именно вот транспорт. Отсюда вот из этой транспортной доступности и возможности получения, ну, те же самые цены, те же самые возможности получения каких-то услуг, социальных благ и так далее – это все вот как раз друг на друг. Мне вот очень многие люди звонят и говорят, а что, у нас изменится коэффициент там по заработной плате, может быть, там увеличится, может что-то еще там, вдруг уменьшится цена на билеты. А я говорю, ничего такого не произойдет. Реальная экономика такова, что это ничего не изменится. То есть зарплата ваша не вырастет, цены на авиабилеты как были, так и останутся, слава богу, если они еще больше не возрастут. К сожалению, это реальность сегодняшнего дня. Другое дело, вот нам действительно вот этот статус, возможно, это один из пока, скажем так, потенциальных возможностей для того, чтобы этим воспользоваться. Сегодня надо определиться, в чем мы видим как раз потенциал вот этого нового статуса для этих всех районов. Ну, конечно, это будут программы, но мы знаем, что этих программ, в том числе по Арктическим, даже у нас в республике было много. Реально ли они, насколько они исполнялись? Мы всегда знаем, что, к сожалению, самые удаленные районы, они всегда по остаточному принципу формировались. Вот только лишь какое-то изменение произошло в 2014 году, но я опять не скажу, что эта программа была выполнена и так далее. Но процент исполнения, слава богу, вырос. Если раньше, извините, процент выполнения там базировался даже менее 10%, сейчас, скажем, уже 30-40% для нас уже достижений для наших северных и арктических районов. Я надеюсь, что вот сейчас разработана будет новая концепция и стратегия развития нашей арктической зоны, нашей республики. И все-таки республика уделит и примет какие-то жесткие меры к тому, чтобы она реализовывалась. Я не говорю, что стопроцентно, но те планы, которые принимались, чтобы все-таки решались. Вячеслав Иванович, давайте на рекламу еще раз прервемся, и Ваши надежды мы продолжим уже в третьем блоке нашей программы. Хорошо. Реклама прямо сейчас на канале НВК. Мы продолжаем программу «Один из нас», которая сегодня посвящена Арктике, расширению арктической зоны. И Адул Шадрин предостерег от возможной эйфории по этому поводу. Еще раз говорю, он прав. Единомоментного такого понижения цены на топливо, на билеты и так далее, вряд ли произойдет. Это дело десятилетий. Ну, второе, на что хотелось бы обратить внимание, вот вы меня спросили как раз опыт зарубежных стран и так далее. Вот цены на авиабилеты, стоимость и так далее, там тоже достаточно высокая и так далее. То есть, поэтому все население не рвется в эту северную территорию. Даже в сравнении с их уровнем жизни? Да. Та же самая Канада, те же самые скандинавские страны и так далее. Но там действует достаточно очень хорошая, преференциальная или, скажем, льготная система, которая была, кстати, в Советском Союзе, о котором мы начали как раз говорить. Она действует ныне вот именно для местных жителей. И она достаточно, вот эта вот, скажем так, социальная защита и так далее, там достаточно хорошо развиты. И вот эту вот систему нам необходимо продумать. На первый взгляд сразу, вроде бы, готовых таких предложений нету. Но вспомним опять, вернемся к той же самой реформе прошлого года, пенсионной системы. Может быть, поставить вопрос о том, что... Ну, помните, все говорили о том, чтобы вот, ну, для коренных малочисленных народов Севера возраст выхода на пенсию оставили тот же самый. А нам спрашивают, а вот те люди, которые рядом живут, как быть? Вот тут, может быть, пользоваться моментом, как раз сказать, чтобы вот эту преференциальную систему выхода на пенсию для всего населения, которое к арктической зоне относится. То есть, понимаете, вот какие-то такие системы преференции все-таки оставить, которые, ну, с одной стороны, все-таки поддерживали бы население, которое там есть. Потому что одномоментно, то есть, цены уменьшить ничего, это не получится. Но вот система вот эта вот социальная какая-то должна быть четкая. Вы же, как общественник, можете ставить эти вопросы? Конечно, мы ставим этот вопрос. И еще один аспект. Все-таки нам надо сохранять то, что создано было и есть на сегодняшний момент. Я в первую очередь говорю о социальной инфраструктуре. Потому что, к сожалению, уровень социального обслуживания населения и тех услуг, которые предоставляет государство в нашей арктической зоне, он все равно остается низким. И в этих условиях о каких-либо оптимизациях и так далее не должно быть. А наоборот, именно для арктической зоны это должно ставиться вопрос, наоборот, о расширении этой доступности. Мы должны как раз все время говорим о качестве жизни. Мы это качество жизни должны повышать реально. Вот об этом речь, наверное. Спасибо, Вячеслав Иванович. Я бы хотел к Александру обратиться. Но не секрет, что стратегия... Давайте перейдем на такой повседневной стратегии. Это, возможно, такая некая большая игра больших людей, которые расставляют определенные фигуры. В военные были, наверное, уже давно там, скажем так, имели и базы. И находятся там уже, наверное, достаточно давно, на протяжении десятилетий. Если мы вспомним Советский Союз, то поселок Тикси, он в первую очередь был военным. Резко возросла ценность Северного морского пути. Ведь он стал круглогодично проходим. И, в принципе, он сейчас рассматривается как одна из главных артерий вообще мировой торговли. Восток-Запад. Да. Он, получается, что связывает со самым коротким путем Юго-Восточную Азию с Западной Европой. И, соответственно, это один аспект. Второй аспект заключается в возросшей ценности Арктики в целом. Ведь то же тайне вечных льдов в Арктике, оно привело к тому, что, в принципе, стало возможным добыча полезных ископаемых, которые раньше находились под вечными льдами. Соответственно, по некоторым прикидкам ученых, вообще, потенциал Арктики, он, по природным ископаемым, он сопоставим с потенциалом всей остальной планеты. Естественно, в этих условиях Россия стала уделять этим территориям повышенное внимание. Потому что вообще повышенное внимание на Арктику стали уделять не только России, а вообще все государства, которые претендуют хоть на какую-то геополитическую роль в современном мире. Ну, вот это, можем вспомнить и наших друзей, в кавычках, и Соединенных Штатов, и Канада, и даже Китай присматриваются к этим территориям. Естественно, у России здесь есть хорошие стартовые возможности для ускоренного освоения этих территорий. И, соответственно, для того, чтобы застолбить за собой эту зону влияния. Ну, соответственно, от этого сейчас идет и повышенный интерес государства. Что же касается перспектив нашей республики, то, на мой взгляд, наша республика может стать такой базой для освоения, ну, если можно так выразиться, трамплином, для того, чтобы запрыгнуть на арктический поезд, да, и никого туда больше не пускать. Потому что у нас тут, ну, как бы широкие возможности предоставлены самой природой, потому что республика может выступать как учебно-тренировочной базой, как материально-технической базой для освоения северных широт. Соответственно, и в этом контексте, можно сказать, что и расширение арктической зоны республики, оно, как бы, говорит нам о том, что, в принципе, возможно, в Москве именно так на нашу республику в какой-то степени и стали смотреть. Соответственно, ну, если говорить о работе конкретно нашего центра стратегических исследований, вот, по поводу арктических территорий, то нашим центром была разработана стратегия социально-экономического развития арктических территорий республики Саха-Якутия. Вот, эта работа у нас началась в четвертом квартале 2017 года и завершилась в конце 2018. И мы, как бы, изначально эту стратегию делали для 13 районов. Хотя в тот момент официально признаны, как уже было сказано, федерации были только пять. Ну, вот, можно... Ну, де-факто вы продолжали развивать все 13, хотя еще раз... Да, то есть мы изначально, как бы, рассматривали все эти 13 территорий как арктические. Ну, потому что на уровне республики эти 13 районов уже давно рассматриваются. Ну, и то, что федеральный центр, он тоже на своем уровне признал, что все-таки 13 районов, а не пять. Ну, это хорошо. Это уже хорошо. Юрий Александрович, давайте вспомним, что исследователи Арктики, вспомним того же Амундсена и так далее, они в первую очередь были людьми науки. То есть освоение северных широт шло с точки зрения науки. Научные изыскания стали основой для принятия вот последнего решения, которое... Давайте, часть науки как в Арктике должна работать? Ну, прежде всего, присоединяюсь к поздравлениям, конечно, с Днем Арктики, который у нас, кстати, прошел... Сейчас у нас сегодня День полярника отмечается. И хотелось бы заметить, что наука играет, прежде всего, надотраслевую роль. Она поэтому и находится как бы на передовых направлениях. Почему? Потому что определяет уже впоследствии вот всех этих изучений, какие направления, как надо дальше развивать. Тому примером можно увидеть развитие якутской науки, начиная с 1925 года. Можно так даже углубиться, когда по посылу, по просьбе молодой власти Российская Академия наук провела вот такие глобальные исследования, в рамках которых и сформировались те направления, по которым республика потом развивалась. Начиная с золота, добычи и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня вызовы совершенно другие, как бы, да, мы их понимаем. Основываясь вот на этом накопленном опыте, можно сказать, что действительно каждый из здесь выступающих отразил определенные проблемы. Во-первых, это, конечно, социальные трудовые отношения, которые не только миграцией заканчиваются, но даже и взаимоотношениями, допустим, с теми же, ну, назовем, людьми временно пребывающими для развития вот тех же производственных огромных мощностей. Это огромные концерны, огромные корпорации, соответственно, они будут влияние какое-то нести. Я даже говорю не совсем об этносоциологических, а в принципе даже человеческих отношениях. О том, как мы будем задействовать местное население или не будем вовсе вот в этих процессах на каком-то определенном этапе, чтобы была возможность их, ну, определенной адаптации, что ли, к тому, что происходит. Реальный сектор экономики здесь отчасти требует от нас решения некоторых задач вот так, тех же инвестиционных направлений. Мы с помощью, допустим, вот тех же природных ресурсов, возобновляемых природных ресурсов, которые мы можем изобидовать, допустим, северной нашей реки рыбой, мы можем построить некоторые реальные секторы экономики, безусловно. Почему? Потому что концерны, которые там работают, это большое количество людей, их было бы удобно кормить, ну, теми продуктами, которые, местной продукцией. Это давало бы возможность заниматься и местному населению, и в то же время развивать перерабатывающие производства, и выходить на новый уровень, который же потихонечку бы перешел к качеству жизни. Те наработки, те возможности, которые мы на сегодня имеем уже в развитых экономиках или передовой опыт стран, может однозначно трансформироваться на наши арктические северные улусы. И с точки зрения инноваций разного рода, и с точки зрения собственных разработок. Что касается нашего центра, на сегодня мы в рамках развития научно-технологической платформы Марки хотим такой пул и организовать. Чтобы было откуда взять, если надо, трансфер. Чтобы можно было, наоборот, через вот эту платформу провести какие-то определенные разработки и проводить дальнейшие исследования, которые будут необходимы. Это касается экологии, которая у нас на сегодня, вот Александр сказал, что северно-морской путь, с одной стороны, это пыль, что называется, с другой стороны, деградация вечной вожды приводит к разрушению, то есть той же прибрежной зоны. Это материковая часть, соответственно, мы теряем определенные полезные площади наших улусов. Муниципалитеты, это те поселения, это основа человеческой жизни, вот как раз на севере. Давайте послушаем двух представителей. Гаврил Ильич, давайте, наверное, по старшинству вы начните. Ну, вернемся к истории, да, как государство строило, ну, осваивало север, будем говорить. Всегда государство подходило, ну, с севера, чтобы целостно сохранить, всегда давало жителям или кто осваивал эти территории, периференции. Даже вот при царской России, возьмем становление советской власти. Мы, ну, жители Верханского района, глубоко убеждены и надеемся, что в связи с вхождением в состав арктических улусов наш регион, улус, будет развиваться. Просто надо подходить к этому не как корпоративная территория, да, не как ведомственная, министерская. Вот здесь должны четко выстроены и обозначены стратегии развития только управлением государства. Тогда только будем развивать. На севере экономика реальная была экономикой при советской власти. И сейчас возможно. Сейчас же говорим, мы развиваемся, технология развивается. Думаю, при принятии определенных стратегий нашей территории будет развиваться. В первую очередь надо здесь создать комфортные условия проживания. То есть это все виды инфраструктуры, не только социальные, да. Здесь у нас проблема, здесь транспортная инфраструктура доступна, проблема. Энергоснабжение очень дорогая, теплоснабжение. Если, вот здесь наметили, да, если комфортно там, ну, в Верхоянском районе, в Абыйском районе, разницы нету, где работать. Самая-самая главная проблема сейчас, вот, дороговизна транспортных услуг. В том числе перевозка грузов, пассажиров. Поэтому, я думаю, вот здесь должен быть государственный подход, а не, еще раз повторяюсь, не корпоративный или, вот, чисто, ну, подход бизнесменов, бизнеса, частного сектора. Вот, поэтому, я думаю, вот, когда будет осваиваться, вот, ну, в примере Верхоянского района, да, сейчас вот уже разворачиваются горнодобывающие компании, им должны конкретные, ну, нагрузку, задачу должен ставить государство. Если вы осваиваете, добываете там полезные ископаемые, вы должны вложиться. Не наоборот, вот, давать переференции, что они работают на севере. Ну, пусть, если они не хотят, ну, здесь осваивать, да, и вложиться, ну, пусть подождут тогда. Пусть государство развивает эти территории, ну, потом, попозже зайдут. Ясно говорили. Станислав Иванович, давайте мы все-таки интерполируем слова вашего коллеги о том, что, прежде всего, по части энергетики, да, вот, ваше видение как раз вот на энерго-теплоснабжение, да, стоимость ГСМ же зашкаливает на севера. И не только. Стоимость гигакалории тоже. Стоимость гигакалории тоже. Ну, во-первых, я присоединяюсь к тем поздравлениям, да, вот, и хотелось бы также выразить слова благодарности нашему руководству республики, правительству, Евгению Исаевне, да, вот, потому что они делали, как бы, обоснование, да, вот, и членов Владимира Михайловича, которые через полярников, через арктические форумы и так далее. Вот, я присоединяюсь, вот, Лена Христофоровна сказала, что работа как бы невидимая была, да, вот, вот это все и есть невидимость, да, вот, которая продвигала, и на сегодняшний день, вот, 13 мая вышел указ, который мы вот сегодня обсуждаем и который будем реализовывать, да. Ну, что касаемо топливо-энергетического комплекса, да, вот, ну, мы здесь говорили о чем два претендента, которые в энергетике работали, я в коммунальном хозяйстве, да, вот. Я хочу сказать, что сегодня, сегодня, да, вот, государство, оно работает на благо арктических улусов. У нас сегодня население платит от 8 до 16 процентов стоимости тепла, да, вот. Остальное все субсидируется государству. То же самое у нас идет и по части электроэнергии, да, вот. Очень большая работа была последние годы проведена именно в части комфортности, да, вот. Значит, много частного сектора было подключено к системе, значит, центрального теплоснабжения, где, значит, ну, создаются условия именно комфортности именно для населения, которое там проживает. Если мы говорим про вот эти наши все 13 улусов, которые попали в зону, да, вот, но нельзя ни один улус сравнить. То есть, каждый индивидуаль. Вот я просто хочу сказать, из 13 улусов только один единственный обыски улус, где нету промышленников. Во всех улусах пришли, значит, недропользователи, и только в обыском улусе пока у нас нет. Хотя, значит, мы работали и вот с Юрием, да, вот, в части того, что у нас есть и уголь, и газ, и нефть, да, вот, и крупнейшие золоторудные месторождения, да, вот, которые в советское время, когда было советское время, геологи работали, геологические партии, да, вот, где подкреплено это, значит, геологами, да, вот. Вот, а в части того, что, конечно, здесь я хочу тоже вот присоединиться, то, что Елена Христофоровна говорит, то, что те коренные населения, которые там проживают, да, вот, в части того экологической обстановки, которая там есть, да, вот, если, допустим, будет добыча угля, допустим, для разреза, да, соответственно, те же вот общественные слушания, которые не могут, не наносили вред для тому населению, которое там традиционно проживает. На самом деле, в завершении разговора я бы хотел заметить просто, ну, очень кратко одно, которое, ну, упоминалось многими, да, при дальнейшем процессе развития вот всей огромной территории, которая уже официально признана арктической зоной, населению нужно делать не то, что делать выбор, и вот нужно заскакивать на арктический экспресс, стать частью реальной экономики, которая и будет механизмом развития Арктики. Если соблюдать только такие преференционные какие-то требования, да, и так далее, вот мы тут проживали тысячу лет и так далее, давайте нам просто преференция за то, что мы тут живем. Я не думаю, что это будет, в этом есть доля справедливости, но нужно стать частью вот той экономики, тех компаний, тех направлений, которые приходят горнорудные компании, идите учиться на те рабочие специальности, осваивайте рабочие профессии. Развивается медицина, тот же арктический медцентр, да, о котором уже много говорится. Готовьте кадры местные, чтобы они знали досконально и особенности, и людей, кто чем живет, кто чем болеет, кто чем дышит, да. Поэтому, на самом деле, на севере людей не так много. И для того, чтобы их стало больше, чтобы они рождали, чтобы они приезжали, осваивали, получали те самые льготы, нужно проделать колоссальную работу. Вячеслав Иванович прав. Единомоментно вот такое вот повышение зарплаты, снижение вебилетов, снижение ГСМ не будет. А нужно врождать минимум лет, я так думаю, лет пять, чтобы пошли первые вот эти ростки. Первые результаты наше население начало получать, а вот на самом деле историческое событие. Пусть поэтапно, но руководство Российской Федерации признает огромную часть. Вот если посмотреть на карте, да, это чуть ли не там... Больше половины республики. Больше половины республики, да. Дмитрий, у нас же Айсен Сергеевич первый шаг сделал. Это освободил от налогов. От налогов. Это первый шаг. Ну и потом еще другие будут какие-то интересные меры. Может, сто процентов освободят от уплаты за теплоснабжение или электроснабжение. А почему? Еще раз, если мы сидим и мечтаем, почему бы не помечтать? Почему бы не помечтать о том, как людям будет хорошо жить там, на северах? И тогда поедут врачи, тогда поедут учителя, тогда поедут грамотные инженеры. Все на самом деле, еще раз, процесс в самом начале. Нужно не только сидеть, ждать вот так вот, сложив ручкой, да? А работать, стать частью вот этого исторического процесса. Мы должны все объединиться вокруг этого события, да? Мы не говорим о том, что мы в эйфории. Мы понимаем, что это огромная работа впереди. Мы должны, во-первых, оценить все те нормативные акты, которые есть, что необходимо поменять, да? Сейчас с федеральным правительством ведется работа по как раз таки вот всем преференциям. Как для жителей, так и для нового бизнеса. Но, конечно, здесь нужен государственный подход. Мы должны четко понимать, куда мы должны двигаться, какие преференции мы должны и людям, и для развития экономики предусмотреть. Но здесь нужно добиться, чтобы государственный механизм работал четко, как часы. Поэтому нужно объединить усилия всех для достижения этой цели. Общественников, государства, муниципалитетов, компаний, корпораций. Самое главное, что я тут хотела отметить, что это же ведь не только территория Арктики и Российской Федерации. В целом мы уже интегрировались в международное пространство. Поэтому мы здесь уже должны, в общем-то, именно перенимать тот опыт, и отрицательный, и положительный, и нашего Советского Союза, и дореволюционной России, и современный опыт тех стран, которые заинтересованы в освоении Арктики. Это же не только, допустим, страна АТР. Очень заинтересована сейчас Индия, потому что напрямую влияет климат. Если через Суэцкий канал сейчас даже в сутки проходит 65 судов, он пропускает торговых судов, направленных из стран Азии в Европу, то, к сожалению, пока в Северноморской пути только за год пропускает 70 судов. Поэтому мы должны над этим работать. И если мимо нас проходят торговые суда, мы тоже должны не только быть потребителями, но и продавать что-то, то, что у нас есть. Это не обязательно, допустим, продукция недропользователей. Это и то традиционное хозяйство с новыми технологиями, с новым брендом. Мы должны выходить на международный уровень для того, чтобы обеспечивать себе валюту, экономику. Абсолютно с вами согласен. Нужно быть современными, чтобы вот этот процесс, он завершился. Не то, что завершился, он протекал безболезненно для всех. В первую очередь для коренного населения. Хорошо, я присоединяюсь к поздравлениям с Днем Полярника и с тем историческим событием, которое 13 мая наступило. И всех с этим огромным, замечательным, значимым событием. Мы увидимся ровно через неделю.